20 января отмечается День спецподразделений Уголовно-исполнительной системы России. Подразделение осуществляет перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом по Приморскому краю и в другие регионы страны. Максимальное время нахождения у нас в сотрудниках руля, так скажем, в служебной командировке, это трое суток. Специально у вагоня, когда они убывают, им выдаются продукты питания, то есть я их полностью всем обеспечиваю. Наши караулы только за месяц, все караулы проезжают больше 17 тысяч километров. В дни, когда сотрудник не сопровождает конвоируемых, для него находится множество других задач. Корреспондент Восьмого канала посетил учебную тренировку служебных собак, на которой отрабатывались различные команды и ситуации. Каждая собака закреплена за кинологом, то есть он с ней занимается, он отвечает за нее, за ее кормление, содержание, естественно, дрессировку. Дрессировки у нас проводятся 9 раз в месяц, как минимум. Каждый кинолог сам занимается дома, помимо основных занятий, то есть это круглосуточно. Собаки разделяют дом и службу. В обычной жизни это добрые и игривые четвероногие друзья. Но во время караула они становятся защитниками и беспрекословно выполняют поставленные задачи. Когда сотрудникам предстоит осуществить перевозку конвоируемых, назначается два караула, один из которых – дополнительное подразделение на случай непредвиденных обстоятельств. На построение производится осмотр внешнего вида, оглашается задача, а также досматривается служебный транспорт. После проверки готовности транспорт с конвойными отправляется в следственный изолятор. В этот раз конвоируемых доставили в депо. Железнодорожным транспортом арестованные отправляются на место следующей дислокации в специально оборудованном вагоне. Кто-то на судебное заседание – кто-то отбывать наказание. Отметим, желающие могут пройти специальное обучение в ведомственных вузах в СИН России на сотрудника конвойной службы. Срок обучения – 4 года. При выпуске курсанты получают степень бакалавра и лейтенантское звание. Редакция 8-го канала искренне поздравляет всех сотрудников Управления по конвоированию с юбилеем. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на 8-м.